Кто быстрее спасет, сам при этом не пострадает и без того жертву дополнительно не травмирует, тот и лучший. Примерно по такому принципу ежегодно проходят областные соревнования по спасательному многоборью. Чтобы показать навыки, в учебно-тренировочный комплекс регионального ПСО приехали 7 команд участников. Их задача – быстро и без штрафных баллов преодолеть полосу препятствий и всех статистов спасти. Подкладываем, подкладываем. Хорошо. Задания составлены так, чтобы проверить все навыки спасателей. Им предстоит работать на высоте, вытаскивать пострадавших из завалов, предотвращать разлив химических веществ. Тут пригодится опыт, инструмент и все виды боевой экипировки. Условия максимально приближены к боевым. На счету каждая минута и каждый сантиметр. В реальной жизни они могут стоить кому-то жизни. Мы брали ситуации, которые из жизни. В первую очередь, во вторую очередь, у нас находятся химически опасные объекты на территории Иваново-Ивановской области. Была ситуация год-два назад со срывом цистерны, тоже с кислотой и течкой. Поэтому все ситуации взяты из жизни. Открытие дверей – это, наверное, наиболее частый известный случай, в котором говорят, что спасатели въезжают только на открытие дверей на кошек. То есть это тоже смоделирована ситуация, что человек не может открыть дверь изнутри. У нее инсульт, перелом шейки бедра. То есть бабушку надо спасти классическим способом через окно. На старте – фавориты дня команды областного поисково-спасательного отряда. Во-первых, они работают на своей площадке. А дома и стены помогают. Во-вторых, за их плечами – победа в соревнованиях прошлого года. Им необходимо разгрести завалы бетона, ликвидировать разлив химикатов и осторожно доставить до медиков пострадавшего. Работают в противогазах. Значит, видно плохо, слышно еще хуже. Все на опыте. Итог команды – 10 минут. Как рассказали спасатели, не без проблем, но справились. Отрепетировать спасение нельзя, форс-мажоры не учтешь. Но в этот раз тренировочный показатель удалось улучшить. Каждый год организаторы задания на старте только усложняют. Придумывают новые вводные. Стараются поставить спасателей в наиболее негативные условия. При спасении людей всегда время идет на секундах. Даже не на минутах. На улице Минской как раз практика это и показала. Когда стали доставать, выяснили, посчитали, что уже всех пострадавших достали, живых. Оказалось, что там была еще женщина зажата. При разборе завала песок стал засыпаться к ней на диван. И она стала задыхаться. И в этом как раз и была быстрая и слаженность. Вырвать ее оттуда из-под тонны песка и кирпича, вытащить ее и доставить в скорую помощь. Спасли. На будущий год обещали всех удивить и разыграть сценарий ядерного взрыва. Такого опыта участников состязаний нет и не было. Спасатели не боятся. Их не удивишь. Первое место в общекомандном зачете в очередной раз занял областной ПСУ. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.